В Новосибирской области на 14% снизилось количество преступлений, в том числе убийства и причинения тяжкого вреда здоровью, заявил сегодня заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин, прибыл в мегаполис с рабочим визитом. Прокуратура осуществляет надзор за всеми сферами деятельности в обществе и в государстве. Как раз сегодня мы обсуждали вопросы, что благодаря усилиям региональных властей улучшилась у нас ситуация с обеспечением обманутых дольщиков. 20 домов в Новосибирской области введено в 2021 году и есть предпосылки к тому, что эта работа будет усиливаться в 2022 году, в том числе и благодаря принятому по инициативе правительства Новосибирской области областному закону по обеспечивающему права дольщиков. Прошлый год рекордный для строительной отрасли нашего региона. В эксплуатацию ввели 2 миллиона 200 тысяч квадратных метров жилья. Поэтому показателю наш мегаполис на первом месте в Сибири и лидерство будут укреплять, возводить еще больше домов. А новые истории о дольщиках, которых обманули, люди в погонах уверены, мы вряд ли услышим. Благодаря совместной работе с органами прокуратуры у властей появились эффективные методы воздействия на недобросовестные фирмы. Те дома, которые имеют перспективу достройки, достраивать. Там, где перспектива сложная, граждане, не дожидаясь, могут получить денежные средства и решать свои жилищные вопросы, уже используя какие-то другие варианты. Потому что нам предстоит в соответствии с поручениями президента дальше только увеличивать объемы строительства. Для справки, напомню, мы должны выйти на уровень не менее 2 миллионов 600 квадратных метров в год. На этом фоне, конечно же, создавать новые проблемные дома ни в коем случае нельзя. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!